Современная Россия, взросшенная и одновременно уничтоженная Путина. Но не только он виновен в том, что сейчас происходит в Украине и в мире из-за агрессии РФ. Я от вас это впервые слышу. Это уже никому не интересно. Осада касался, войну начала Россия. Есть люди в России, которые тоже сыграли огромную и ужасающую роль в отуплении масс и утрате эмпатии ко всему разумному, доброму и вечному. Но уважение, сострадание, любовь – все это стало чуждым большинству россиян, которые 24 на 7 смотрят федеральные каналы, повестку на которых создает она. Циничная голова русской пропаганды. Смотрите мне в водичке, пожалуйста. Промочить горло не помешает. Только за время войны с Украиной Маргарита Симоньянна говорила столько страшных и отвратительных вещей. Или мы проигрываем на Украине, или начинается третья мировая. Вслед за своим главным патроном и фюрером, пугающим всех ядерным ударом... Наш ответ на встречные удары будут молниеносными. У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать. Пропагандистка продолжила ядерную риторику в студии у главного мудозвона страны. Самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. Ну что, значит так. Вы только посмотрите на эти обреченные лица у рапатриотов в студии. Они и сами с трудом верят в то, что это произносит мать троих детей. Но, видимо, плодить фейки для нее важнее. И неважно, в какой стране будут жить ее дети. Главное – это власть, сила. И чтобы за ними – всегда последнее слово. Совершенно вынуждена. Это не может быть по-другому. Сейчас объясню, почему. Армянка по национальности, которая вовсю манипулирует россиянами. У меня с детства был принцип такой – я никогда не вру. Конечно, жизнь накладывает свои коррективы и сбывают разные ситуации. Рита, напомню на всякий случай, она же рупор правды. Рупор нашей правды и одновременно ночной кошмар всех зарубежных клеветников России. Фейки работают иногда лучше, чем не фейки. И как бы грубо, возможно, это не звучало, но всему есть свои доказательства. Иногда, получается, не просто неточности, а совершенно вопиющие случаи. Это как раз то поколение людей, которые начали свою профессиональную деятельность не по зову души, а потому что появился запрос от Кремля, а точнее особенная надобность профессионалов-телемерзавцев. Они предложили свои услуги и успешно реализовались в этой сфере. Маргарита Симоньян из простой краснодарской семьи. Отец работал мастером по ремонту холодильников. Мать торговала на рынке цветами. Я не была из семьи, которая не могла не думать о деньгах, мне это все было важно. В 10-м классе Симоньян была отправлена по обмену в Нью-Гэмпшир, США. После окончания школы поступила и окончила в факультет журналистики Кубанского государственного университета и школу телевизионного мастерства Владимира Познера. Сегодня она чуть ли не главная и самая влиятельная персона в медийном пространстве РФ. За ее плечами создание пропагандистского канала Russia Today, который она возглавила, внимание, в 25 лет. И точно я не хотела быть начальником. Хотя явно, что это совсем не так. До своего назначения она, простой журналист в ГТРК, делала в выгодном для Кремля свете репортажи возле захваченной террористами школы в Беслане. А спустя год такое повышение. Уже тогда, в 2004-м, стало понятно, что Маргарита пойдет по трупам и будет делать то, что ей скажут. Как, например, в Беслане, когда российские СМИ скрывали количество детей и людей, находящихся в школе с боевиками. У Эллы Кисаевой был в руках плакат, я помню, 2 сентября. В школе больше 700 человек очень сильно просила, чтобы Маргарита Симоньян показала ее с этим плакатом. Но Симоньян и госсми так и не передали информацию от местных жителей о количестве заложников. Тогда Ходов залетел с криками, если они думают, что у вас здесь 300 человек, то мы сделаем так, что у вас будет 300 человек. И то, что это СМИ передали, да, это их разозлило, это их ожесточило. На этом ее слепительная карьера не остановилась. Создание Международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства «Спутник» только укрепило ее позиции и максимально приблизило к Кремлю. К журналистике все это не имеет никакого отношения. И сейчас, спустя много лет без стыда и совести, Симоньян, как и многие другие прокремлевские пропагандисты, продолжают врать об этой трагедии. Люди, которые ни одной пули в своей жизни не видели, ни одной окровавленной руки, оторванной в своей жизни, не видели, когда они нам пытаются рассказать, что это было, слушай меня, ты знаешь, у меня редко поднимается вот внутри ярость. Никаких переговоров, никаких уступок, им не нужны были никакие уступки. И не выдвигали они никаких условий, которые не собирались соблюдать. Господину президенту России Путину от раба Аллаха Шамиля Басаева. И условия первая – вывести войска. Мы готовы идти в СНГ, мы готовы быть в любой рублевой зоне, мы готовы бороться с терроризмом. Так что вся карьера Марго построена на фейках и лжи. А тот бред, который она выдумывает просто на ходу, слушать вообще невозможно. Мне снилось, что моя младшая сестра в школе, и школа горит, и я бегу, чтобы ее спасти, а бежать не могу, потому что подо мной плавится асфальт. И вдруг я обворачиваюсь и вижу, что рядом бежит Путин, и тоже ничего сделать не может. После того, как Арти лишилась своей лицензии на Западе, Симоньян еще рьянее принялась клясть всех и вся. Мы в этом смысле скорее жертвы, потому что наши ресурсы регулярно, нерегулярно, а ежедневно подвергаются цензуре, дискриминации. Она обвиняет всех во лжи. Они уже даже не считают нужным лицемерить. Но сама божица, что никогда не позволяла себе такого, по крайней мере, намеренно. Один пример лжи на раштутой. Один пример конкретный. Не точности и даже ошибки, они могут быть, это неизбежно. Это прямой эфир. Хотя в невинность речей пропагандистки верится слабо. Уверенность, с которой она произносит все это безумие, не вызывает сомнений. Если бы Россия вела себя, как эти нацисты, и бомбила бы мирные города, я бы сейчас здесь не сидела, понимаете? По личному своему выбору. Потому что я верю в Бога. А как вам такое высказывание? Если остальная Украина хочет быть независимым отдельным государством, на здоровье, не бомбя, не насилуя, не убивая тех людей, которые хотят жить с нами. Не стоит впечатляться. На Раши Тудэй это называется другим взглядом и иным журналистским мнением. А то, что оно очень выгодно Кремлю, это просто совпадение. Вот это я поддерживаю. Но не стоит забывать, что у Маргариты есть вторая половинка. Ее полудрагоценный муж. Ведь истинный бриллиант в семье. Только она. Вы ведь являетесь поставщиком информации как раз. То есть получается, что вы, наверное, на Тигране Киосаяне отрабатываете свои RT-технологии. И не то чтобы отрабатывает. Ее муж принимает в них непосредственное и очень активное участие. Тигран Киосаян – бывший режиссер, а ныне здравствующий пропагандист, искренне считающий себя остроумным телеведущим. Мудила. У человека есть чувства, имрая или нету чувства. Про свои рабочие и юмористические принципы, которые Киосаян якобы тоже любит соблюдать, рассказывает и даже глазом не моргнет. Для меня есть табу только одно. Для меня я не опускаюсь в постель, в личку. Вот это прям мастер-класс для всех начинающих журналистов федеральных каналов. Так врать и не краснеть. Эта военная операция отзывается во мне болью. Почему болью? Потому что она необходима. Благодаря украинским элитам, которые продавали себя незадорого всем, кто был готов их купить, их тупому решению построить антироссию на родной для России земле. В Международной пилораме, программе которую ведет Киосаян, только про кремлевские гости и сплошное хамство. Сережа, Сережа, где вобла? А я думаю, что он так и отвечает. Вобла. Вобла. Нет. Вобла. Если кому-то не нравится, переключайте. Отличный совет. Не нравится, переключи. Но такая же, как вы говорите, жопа, то она жопа. И на других федеральных каналах. Мы бьемся за историческую возможность остаться нами. О чем боимся? А что они нам сделают? Вот этот вот коллективный запад. А что они нам сделают? Например, если мы будем вдруг так себя вести. Хотя что тут говорить, если сам кремлевский шизофреник выбирает похожую риторику. Меня это не колышет. Ну нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. И народ терпит, пока эти паразиты наживаются на своих фейках, агрессии и госзаказах. Родные мои, понимаю, как вам нелегко. Но сейчас нужно еще потерпеть. С особым неистовством Киосаян высмеивает тех, кто приносит правительствам России всяческие неудобства. На прямой связи у нас человек, которого все знают под именем «Ага, это тот, что яйца Красной площади прибил». Он возомнил себя топовым ведущим. А на самом деле единственное, чему он научился, это мастерски заглядывать в рот и реагировать на интонации Кремля. Он с особой гордостью рассказывает о своей женушке и всех ее подвигах. Со мной живет женщина, которая, ну, наверное, одна из немногих на планете землян, создала канал телевизионный с нуля, и о котором Хиллари Клинтон плевалась и ругалась в Конгрессе США. Вот тут точно есть чем гордиться. Но на этом хвалебные оды не заканчиваются. Я живу человеку, который верит в хорошее, верит в Бога. Вот только в какого? И от этой глубокой веры зависит ее благосостояние. Сегодня они вдвоем стоят на страже кровавых интересов Кремля. Их подпустили поближе и бросают объедки с царского стола. Бывает так в жизни, ничего такого страшного здесь нет. О скрытых доходах этой парочки стало известно после выхода фильма расследования ФБК «Паразиты». Бездарности не бездарности, а выкачали из наших карманов почти миллиард рублей. Пристроили всех родственников кормушки. Все клиенты у них государственные. Они фактически придумали новую индустрию внутри пиар-индустрии. Брать деньги с госкомпании, оказывать им какие-то призрачные услуги и грести на этом деньги. Благодаря этому расследованию люди узнали, что в год они зарабатывают не меньше 120 миллионов рублей на брата. Это парочка одни из самых богатых пропагандистов не только России, но и мира. Люди, которые нажили свое заоблачное состояние на фейках и чужом горе. Так формируется вообще история. Она формируется неправильно из-за этих фейк-ньюс, потому что в памяти аудитории остается неправда. И за это Симонян получает свою космическую зарплату. Официально ее доход в международной медиагруппе «Россия сегодня» составляет почти 20,5 миллионов рублей. В автономной некоммерческой организации ТВ-новости 16 миллионов в год. В общей сложности ее зарплата без схем с производством международной пилорамы почти 36,5 миллионов рублей. Я очень рада, что... Но если подсчитать, сколько получает семейство на международной пилораме, выходит тоже очень круглая сумма. 74 миллиона рублей за услуги ведущего падают на щетки Осаяна. Больше всех на международной пилораме зарабатывает художественный руководитель этого шоу – Маргарита Симонян. Почти 77 миллионов рублей в год стоит ее творческий и художественный гений. При этом фамилия Симонян не указана в титрах программы. И сама она не признавалась публично, что имеет отношение к этому шоу. Я просто искренне радуюсь, что этот человек на Земле, на планете Земля есть. Действительно сложно скрыть свою радость и, как оказалось, доходы, полученные от своей пропагандистской работы. Телемерзанцы прекрасно понимают, что время их кровавого вождя рано или поздно закончится. И вместе с Кремлем падут и они. Но даже этот факт их перестает пугать, когда на горизонте появляются деньги и ТВ-популярность. Ведь эти два весомых фактора, перед которыми настоящие злодеи, устоять просто не в силах. Мне просто нужны были деньги, они мне платили огромные деньги. Хотя уже сегодня, в условиях войны, они понимают, что и отступать им просто некуда. Поэтому и прикрываются ярым уропатриотизмом, осознавая, что прежней жизни за пределами загибающейся эрефии у них просто не будет. Мы с вами любим же Родину, правда? И насколько ее слова расходятся с ее делами. И как и во времена фашизма, все идеологи и создатели пропаганды, они тоже будут сидеть на скамьях подсудимых. Только отвечать они уже будут за подпитку расшизма и все свои убийственные высказывания, которые, к сожалению, привели к реальным убийствам тысяч мирных людей в Украине и не только.